Девушки отдыхают Ванга сообщала, что американский президент в 2020 году заболеет загадочной болезнью, которая оставит его глухим и с опухолью мозга. При этом нельзя не отметить, что Америка не сдается и пытается хоть тушкой, хоть кабанчиком добывать информацию из России. Зацените вот разоблачение века. Вам поговорить не с кем. Вам кажется, вас никто не слышит, так поговорите со своим утюгом. В Россию заброшены обычные с виду бытовые приборы, но в каждом спрятано прослушивающее устройство. И где-то на этом моменте бабульки из отрядов Путина, вооружившись отвертками, принялись ковыряться в утюгах. Вот. Что вот? Не нагревается. Приёмник? А ну быстро открывайся, бесовская коробка, будем из тебя царушный микрофон доставать. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, поясняет Шпак, нужен какой-то способ. Не совсем понятно, потому вдвойне тревожно. Понимаете, уровень проблем? Переживают уропатриоты, что буржуи через утюги их дома прослушивают. И здесь, конечно, очень хочется уточнить. Какие такие сенсации могут узнать американцы в ходе такой спецоперации? Секретный рецепт макаром по-флотски? Или, может, дату выплаты пенсии в Краснодаре? О, мы уже видим этих царушников, которые врубили волшебные утюги, надели наушники. Но вместо сенсации все вместе слушают Киселёва. Россия сейчас обладает уникальным новым видом стратегического оружия, которого нет пока ни у кого. А вы думаете, кто у бабушек на всю хату орёт? Несмотря на всё то, что происходит вокруг нас, Россия чувствует себя уверенно и в безопасности. Киселёва, кстати, на этой неделе зачётно поплавила. Может, от того, что даже жена и та уже брезгует с ним в одном номере жить? Я приглашал сюда самую жену, но она отказалась. Говорит, что брезгует. Может, по каким-то другим причинам. Но фишка в том, что последние капли адекватности явно покидают мужичка. Ведь, будучи при памяти, человек с репутацией Киселёва, обмазанный десятками фейков. У меня в руках коллекционный документ. Роман Кали. Гаупт-штурмфюрер полевой жандармерии СС. И по-украински сотник СС. В Соединённых Штатах Америки, в Канаде, в Англии, в странах Евросоюза. Правтика сжигания сердец геев просто-напросто повседневна. Никогда не полезет устраивать шоу «Сутенёры против проституток». Но этот карасик не таков. Сейчас вот, прямо на канале «Россия» трижды АХХ, борьба с пропагандой начнётся. Корреспондент СНН в Москве Мэтью Чанс попросил у меня об интервью. Это был тест, который не прошёл пропагандист Мэтью Чанс. Америка культурно деградирует. Деградирует Америка, чё кому не ясно. Но, честная слава, хоть за деньги на стажировку этих заблудших америкосов били. Те же Скобеевы юмору научат качественному, например, как про Тихановскую и бордели. Чё встречаться там с главой Нидерландов? Что, какие у них там это могут быть там совместные проекты? Я не знаю. Открыть там бордель, что ли? А за талантливые тексты в кадре уже НТВ отвечать будет. Вы не согласны с результатами голосования? Куда голым саванья? Так что вас не устраивает? Честно? Сиськи маленькие. Ну, а в редакторской работе тут без Киселёва никак. Вот он точно не деградирует. Америка культурно деградирует. Особенно вот здесь. Новые военно-морские базы также Украина создаёт в Мариуполе Донецкой области, в Северодонецке Луганской области и в Очакове. Ну, Тис, признавайтесь, собираетесь в следующем году в Северодонецк на море? Там пока базу не построили, вообще красота. Пляжи. Полный серфингистом раздолье. Пиво лисичанское рядом. Алло, кунта? Хватит своими базами людям отдых портить. И военно-морские базы также Украина создаёт в Северодонецке. Во всём этом есть одна крошечная деталь. Море в Северодонецке отродясь не было. Нет, может, конечно, украинцы за это время ещё одно море вырыли. Ага. Чёрное море – суть объект искусственного происхождения, откопанный вручную древними украинцами и с завистью. Но так, чтоб Чёрное море для стирки, и Северодонецкое для базы, а ещё какое-то, чтобы огурцы в нём солить. А вот это интересно. Но что-то нам подсказывает, что дело в другом. Чудакам спускают темники, редактора по ним пишут тексты, а эти говорящие головы вообще не в курсе, о чём говорят. Мы это заметили ещё с тех пор, как они Ясиноватую называли «Станицей». А несколько минут назад – «Станицы Ясиноватой», «Станицы Ясиноватой». Теперь вот море в Северодонецке. И таких примеров десятки каждый месяц. То есть смешные бултыхаются где-то в районе дна, но зато обеспокоены деградацией Америки. Ну, тупые! А не, скажем, о родимой Камчатке, где, если кто не знает, реальная экологическая катастрофа. Стало известно о крупной экологической угрозе побережья Петропавловска-Камчатского превратилось в настоящее кладбище морских обитателей. Мёртвая живность из Тихого океана устилает местные пляжи ковром в несколько десятков сантиметров, так что реально не видно песка. Всю живность словно выжгла. Осьминоги, морские звёзды и ежи, рыбы и крабы. И похожая ситуация на сотни метров вдоль побережья. Просто шлоем 20 сантиметров. Более того, пострадали и спортсмены, которые неподалёку проводили тренировки. После тренировок многие сёрферы пожаловались на плохое самочувствие, жжение в глазах, боли в животе и общую слабость. Появились новые симптомы. Это першение в горле, постоянно кашель, течи слизистых. С тем учётом, что в поправках в Конституцию гарантировались совершенно новые отношения к вопросам экологии, бурро-патриоты были уверены, сейчас вот бояре мигом со всем разберутся. И вы знаете, бояре таки не подвели. А эти кадры Халактирского пляжа с официальной страницы Краевого министерства природных ресурсов. Сопроводительная надпись. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный. Экологическая катастрофа? Ой, мы вас умоляем. Меньше слушать этих подпендосных экологов. В норме водичка? В смысле, не верите? Так, где там ФСБ и казачий патруль? Пляж совершенно чистый, ничего аномального не зафиксировано. Здесь, конечно, возникал простой, как дверь, вопрос. Так а если в норме? Отчего ж тогда умерло столько живности? Тем более эксперты сразу дали понять, скорее всего, речь идёт об утечке радиоактивных отходов. Вполне вероятно, причиной мог стать здесь находящийся полигон яда химикатов. Это какой-то очень сильный токсин, который поражает жизнедеятельность живых организмов. Но холопов решили подобными кошмарами не огорчать, а потому в эфирах все включили любимое «Вы всё врёте». Мол, да таки быть, утечка была из танкера, но не нашего. И вообще, он уплыл давно. Пока рабочая версия катастрофы, неизвестный коммерческий танкер что-то слил в море. Подождите, пройдёт ещё пару дней, всем расскажут, что танкер был украинский, с большим портретом бомберы на борту и с регистрацией в порту Северо-Донецка. Больная тема. Да и вообще, не время о Камчатке думать, когда у братских народов война. А Россия – это же страна-миротворец и гарант безопасности на Кавказе. Россия позиционирует себя именно как гарант мира на Кавказе. Именно Россия – гарант безопасности в регионе и, безусловно, главный участник переговоров по Карабаху. И вот ты смотришь на это всё и думаешь – ну вот как? Язык же поворачивается, а? Напичкали оружием и тех, и других, а теперь все такие ни при чём. В белом кокошнике. 30 лет подряд Россия в составе минской группы ОБСЕ призывала к миру. Пыталась решить конфликт дипломатическим путём. Но знаете, здесь интересно другое. Официально Москва якобы соблюдает нейтралитет. Ну и с серией «Мы за мир» купите у нас ещё Искандеры. Мы всегда позиционировали себя как миротворца в этом регионе. Для нас обе стороны больше, чем братья и соседи. А вот это уже всем знакомая по Донбассу лица на позициях армии Нагорного Карабаха. Хотя, чё уж там, армия Армении. Вот Юля Чечерина добралась до передовой. Сейчас будет концерт для ребят карабахских. Что тут скажешь, космического уровня музыка и вокал. И так и хочется узнать у лозы. Ну как вам игра? Это наша земля, и мы будем стоять. Нам кажется супер. Не то, что всякие там лэдзеппеллины. 80% того, что спета цеппеллин, лэдзеппеллин, допустим, слушать невозможно. Просто сыгранные спета плохо. Но здесь важно другое. Чечерина – это же не просто всеми забытая, выжившая из ума тетёха, которая колесит по всем непризнанным. Причём с одними и теми же песнями. И ни шагу назад, просто некуда нам отступать. Это наша земля, и мы будем стоять. Чувишка, ко всему прочему, член партии за правду. Но это там, где Прилепин, Казаков и прочие ручные обезьяны Кремля, отработавшие до этого в Донецке. Член полицсовета нашей партии, рок-исполезенца Юлия Чечерина. И вот когда теперь тетёха из полностью ручной кремлёвской партии подвывает о своей земле и необходимости стоять до конца. Это наша земля, и мы будем стоять. Это то, над чем стоит как минимум задуматься в Азербайджане. Ведь вся эта ряженая звездобратья никогда и ничего не делает просто так. А варианты могут быть самые разные. Например, не стоит удивляться, если партия за правду, ну, после поездки Чечериной. Защищать родину с оружием в руках норма. Экспансия дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная тоже норма. Начнёт добровольцев в Карабах собирать. И под этим соусом закинут туда пару тысяч вагнеровцев. А Песков вылезет и привычно скажет, да мы вообще ни при чём. А вывод отсюда простой. Все, кто верит одной стране, рядящейся в миротворцы, в итоге теряют землю и хоронят людей. В Украине об этом уже очень хорошо знают. И очень хочется, чтобы другие не повторяли наших ошибок. Субтитры сделал DimaTorzok